Театр уж полон, но прежде чем пройти в концертный зал, каждый считает своим долгом задержаться в фойе. Уже несколько месяцев тысячи неравнодушных людей пытаются помочь Ксюше Мишаевой. И сегодняшняя акция – продолжение борьбы за жизнь маленького человека. И ролики снимали, там, благодаря поддержке, видно, это в том числе и ярмарки организовывали, ряд волонтеров. И вот это одна из таких форм, когда это будет на благо, на благо конкретного человека, конкретной судьбы. И на эту акцию откликнулось сотни людей, а в зале, как символ борьбы со смертельной болезнью, звучала бессмертная музыка великого русского композитора. Балет Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Но сегодня и для всех видновчан, и жителей Ленинского района, кто приехал сегодня на данное мероприятие, и очень хорошая человеческая благотворительная акция, мы помогаем девочке в борьбе с ее недугом Ксюше Мишаевой. Во время только одной этой акции удалось собрать несколько десятков тысяч рублей. Это и безналичные переводы, и денежные взносы, и работа волонтеров по продаже еды, напитков и новогодних сувениров. Благотворительная ярмарка. В пользу Ксении можете приобрести новогодние сувениры и в антракте попить чай с бутербродами и со сладостями. А много людей вообще подходит? Очень много людей, конец рабочего дня, и народ подходит попить чаю немножко, и в преддверии новогодних праздников активно приобретают сувениры себе и своим близким. Театр «Московский балет» активно гастролирует в России и за рубежом. Затаив дыхание, видновчане смотрели за тем, как на сцене разворачивается действие, а во время антракта спешили в импровизированный театральный буфет. Я ходила не один раз на Лебединое озеро, а сейчас вот решили прийти с дочкой. Она не была еще первый раз. И Новый год, и денежки пойдут. Ксюше же правильно, поэтому мы же не просто так сюда пришли посмотреть и помочь тоже, поэтому и приобрели, конечно. Очень здорово, такая милая штучка, ее можно повесить в машине. Ангелочек новогодний. Пусть ангелочек Ксюше помогает. Российские клиники отказались от лечения Ксюше Мишаевой, а для терапии за границей требовалось несколько сотен тысяч евро. Как показала жизнь, подобные акции проходят не зря. Удалось набрать 70% суммы, и фактически это такая народная победа, потому что каждый житель, очень много людей, и несмотря ни на какие там проблемы, которые у нас в жизни существуют, все стараются какую-то маленькую часть помощи оказать. Буквально сразу после проведения акции в официальной группе помощи Ксюше Мишаевой родители девочки опубликовали заявление. Друзья, наши драгоценные друзья, сегодня состоялся с профессором разговор по поводу результатов КТ и дальнейшего плана лечения. Профессор предложил продолжить лечение, но признался, что вылечить Ксюшу он не сможет, и вряд ли кто-то возьмется. Друзья, сегодня мы официально закрываем сбор. Собранные средства будут использоваться на лечение Ксюши. Собранных средств должно хватить на все. Все неиспользованные средства будут возвращены в фонд, а также распределены между нуждающимися детками и фондами. Неутешительные новости, но эта история продолжается. История о мужестве, сострадании и о том, что в мире все же очень много хороших людей, готовых помочь. Максим Козлов, Алексей Руднев, Елена Кошлева. Видное ТВ.